Привет! Сегодня я ничего не буду печатать, так как мне еще не дошли шабашки соли для дальнейших экспериментов Сегодня я попытаюсь воскресить мертвый шурик товарища, превентив к нему блок питания Вот от этого компа. Да, вы скажете уже много кто так делал. Я уже давно намутил себе такой импульсный БП От него у меня запитан и шуруповерт и пылесос, который очень необходим в мастерской Также из него выведено питание на 5 и 12 вольт для каких-то мелких экспериментов К блоку питания я применю не только шуруповерт, потому что у него будет съем на гнездо Но еще и выведу USB, которая будет заряжать быстро данное устройство для залипания Давайте для начала снимем его Вот он красавчик! Это относительно мощное устройство для запитки бытовой техники Классные блоки питания, ведь они используются в микропроцессорной технике При 12 вольтах такой блок питания выдает почти 14 ампер, а при 5 25 ампер Я даже боюсь заряжать телефон таким током Ну что, на операционный стол Для начала нужно удалить ненужные провода Оставить только 5 вольт, это красный провод 12 вольт это желтый провод И черный провод это масса Ну и соответственно сигнальный провод это зеленый Вот сколько осталось ненужных проводов Конечно же куда-нибудь они еще сгодятся А сейчас я размещу соединительные компоненты на этой крышке Здесь будет стоять USB для зарядки Выход на шуруповерт и выключатель USB разъем я позаимствую у материнской платы телевизора Samsung Со сгоревшим процессором Но вы можете дернуть его с любой электроники Если вы все-таки решили зацепить последовательный интерфейс передачи данных Так называют USB порт ботаники То на несколько раз проверьте правильность соединения полярности контактов На путайте полярности и понты новым айфоном закончатся Чтобы дать гаджету команду зарядки необходимо закоротить шину передачи данных Это второй и третий контакты Попробую проверить Воткнув пару дровотелефонов на зарядку Немножко очковал на них проводить испытания А вдруг полярность попутал Это мои телефоны для съемок Я на них снимаю Я буду использовать советский микрофонный провод Сейчас вся электрия скажет Нет господа Это же совковый провод Он толстяный Две жилы я скручу между собой Это будет плюс А оплетка минус Не забывайте что мой бюджет 0 рублей Из-за этого я использую только бывшие употребления материалы Течение провода оказалось довольно приемлемым На 5 метрах его сопротивление составляет всего 8-10 Ом Да и сам провод приятный и гибкий Давайте уже будем делать из того что есть Тем самым немножко очистим планету от мусора Я не стал заморачиваться и вытаскивать элементы из аккумулятора А вместо одной примотал электролитический конденсатор Для сглаживания скачков при пуске шуруповерта Шура вроде работает Надо тестить Ну и третий этап Переходи на всякие самодельные ваши шурупы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Земля 12 вольт и 5 вольт Сейчас я попробую подцепить мощные галогеновые лампы Я включу кратковременно Потому что мне кажется она грязная и может взорваться Осталось только закрыть В общем то БП работает и исполняет все свои функции Но вот не нравится мне вот этот вот сифилис Напечатаем какую-нибудь заплатку У меня есть самодельный обоиспластик Сделанный из крышки от телевизора На улице 2 часа ночи А у нас солнце светит Понятный день начался ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот в общем то и все Андрюха жди шурика Я не зря снял это видео Денег потрачен на переделку ноль Это еще раз говорит о том Что старые вещи еще могут послужить Как только мне попадется подходящая модель Я покажу вам как заработать 10 тысяч рублей на ремонте телевизора И поверьте это сможет сделать даже рукожопа школьник Недавно я купил небольшой измельчитель Скоро он мне придет И тогда я продолжу печать из всякого хлама Да и не называйте меня пожалуйста блогером Какое-то оно слащавое Я же с 90-х В то время посчитали бы это за обзывательство Можно было в бубен за это схлопотать Подписывайтесь на канал, ставьте лайк Да не скажу я вам такого Мне вообще на это пофигу Для меня главное больше знакомств с единомышленниками Естественно дельных советов и необычных идей Ну а я с вами не прощаюсь А просто говорю до встречи Те кому интересно железячки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok